Связь есть. Я вас приветствую, дорогие друзья. Вас зовут Тимас Приедень. Сегодня несколько тем, которые хотелось бы с вами обсудить и вас проинформировать о некоторых изменениях. Все вы знаете о том, что вернувшись в Молдову в 2014 году, я увеличил количество благотворительных проектов. Проектов на самом деле было реализовано очень много. Сначала я занимался этими проектами как физическое лицо. И хочу вам сказать, что этим я занимался всю свою сознательную жизнь. С тех пор, как у меня появились какие-то минимальные возможности. В 2015 году я стал учредителем благотворительного фонда. Фонд, который все эти годы помогал людям. Это фонд Рината Усатова. Вы знаете, я когда получил вчера поздно вечером отчет о работе фонда за последние пять лет, просматривая те события, которые прошли за эти пять лет, конкретно читая и вспоминая о той или иной помощи, которая была оказана разным людям в нашей стране. Я был приятно удивлен, что все-таки фонд Рината Усатова оставил в истории неизгладимый след. Потому что у меня здесь короткая выборка по всем событиям, по всем проектам, в которых мы участвовали. Во-первых, всего фонд потратил порядка 50 миллионов лей за эти годы. Это помимо тех личных средств, которыми я помогал и помогаю людям. За счет деятельности фонда с 2015 по 2020 год были установлены на миллионы леев детские площадки. Получилось так, что фонд был ключевым спонсором всех мероприятий в Бельцах, пока я был примаром. Хотя он поддерживал мероприятия по всей стране. Неважно, это покупка спецтехники на 7 миллионов лей. Это поддержка футбола, это поддержка баскетбола. Это ветераны Великой Отечественной войны, это помощь студентам, поддержка медицинских учреждений и больных людей. Это более 2 миллионов лей только в этом году на борьбу с коронавирусом. Социальные столовые, концерты, праздничные салюты, уличное освещение в 9 населенных пунктах. Помощь в ремонте местных дорог, благоустройство тротуаров, где речь идет о десятках тысяч квадратных метров тротуарной плитки в Бельцах и по всей стране. Это благоустройство парков и стадионов, памятников, помощь полиции, тротуароуборочная техника. Значит, вы знаете, произошли некоторые изменения в молдавском законодательстве. И был опубликован, значит, 27 июля этого года, значит, в официальном мониторе. Значит, на датах, 27 июля 2020, был опубликован в Монитуре ВЧАЛ Легия к приведению к организациям некомерчальной. Легия приведет широкий модификатор в акте для конституции фондациалов. Одна из модификатори эсенциале является стабильта в артикул 13, линьат 1, литра Б, и ануме, организациям некомерчале, в динуме, не требуя са, не требуя са концену нуме ле персоанилор де диминитате публича, афлатое в экзерчѕитое функції, которая діцинт о функції элективо, заѣо функції executive-политико, ауле персоанилор афлатое в функції де дикондуке реактадилор политике аѣо организациямо-пополитике. На deplае 24 июля дата Ende pobreна, в дата интроярта, а презенте Легии, тоате органзація некомерчале саѣу аѣоѣіа в саѣуѣіо на конформительа такти са са штататагалу шоасигуре ъпо персоаниле которые участвуют в организации и контроле, которые участвуют в условиях привозных дел. То есть, мы говорим о том, что что фондовая не может иметь название на один полицейский, на один выбор, чтобы сказать, что это депутат, что это премал. В этом году мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы решим о том, что мы решим о том, что мы продолжаем помогать людей из Молдова, после возможностей. Да, сегодня мы не имеем возможностей, но, в общем, даже в прошлом году, в 2020, последние проекты, которые были финансированы сегодня, на прошлой неделе, мы оплатили 10 спортивных площадок, которые будут установлены в селах Ильинутсов Фалежского района, в городе Дроке, в Бельцах, мэрия коммуны Старая Татаровка, мэрия Цамбулы район Сын-Жирей, мэрия села Помпа Фалежского района. Были по просьбе примаров, на день города были куплены трактора в мэрии Дандюшан и города Фалежты. Оплатили установкой системы контроля доступа в отдел соцзащиты в Бельцах, ремонт пищевого блока детского сада в коммуне Калугар, в Бурлаченах благоустройство парков в Кагуле, также оказание помощи волейбольной команде, мэрия, также села Калугар на ремонт школы, село Князевка, район Львова, ремонт спортзала. Тротуарная плитка для парка в муниципе Белти, то, что касается набережной городского озера, значит, 1 миллион лей был выделен. Также тротуарную плитку попросили следующие коллеги-примары, это Фалежд, село Эленуца, Фалежд, города Рыжканы, Кантемир, Вулканешты, село Дизгинжа в Гагаузе, значит, и многие другие проекты. Значит, специально, чтобы нас не обвиняли в том, что каким-то образом фонд участвует в той или иной предвыборной кампании, я всегда был против это, несмотря на то, что нас иногда обвиняли в том, что мы там перечисляли какие-то деньги в предвыборную кампанию, никогда фонд Рената Усатова в предвыборную кампанию ничего не оплачивал, и это является бронёй и спекуляцией. Но так как мы привыкли быть транспарентными, привыкли и всегда соблюдали закон, значит, мы вынуждены поменять название фонда, ну, согласно действующего законодательства, ну, переживают они за фонд Рената Усатова, но окей, мы поменяем название, значит, поэтому мы подготовили обращение в Министерство юстиции, и я предложил название фонда, с которым это лозунг, это лозунг моей жизни, всей моей жизни, и мы решили, что наш благотворительный фонд будет называться «Сила в правде». Большинство граждан страны знает о том, что это является девизом моей жизни, поэтому «Сила в правде» это все то, что объединило людей вокруг меня, «Сила в правде» это те люди, и наша большая партийная семья, которая, скажем так, появилась с начала 2014 года, как я вернулся в Молдову, поэтому дальше мы пойдем с лозунгом «Сила в правде» не только по жизни, а мы пойдем с ним с этим же названием нашего благотворительного фонда. Ввиду того, что 25 августа было заявлено, а именно с завтрашнего дня, что в стране начинается период предвыборной кампании, поэтому именно в пятницу, в субботу, сегодня, в понедельник, мы и реализовывали все эти проекты для того, чтобы успеть. Значит, у многих возникало, появились в СМИ некоторые комментарии, что вот усатый, предвыборный, помогает кому-то селу, городу и так далее. Уважаемые товарищи, хочу вам сообщить о том, что в течение всех этих лет каждое село, где был мэр от нашей партии, он получал помощь 100 тысяч лет. Каждый год. В примарии городов получали помощь в размере 200 тысяч лет. Уже это трактор или тротуарная плитка или детские площадки. Это примар в каждом населенном пункте решал это вместе с жителями этого населенного пункта. Поэтому мы это делали всегда. Мы это никогда не делали в предвыборной кампании, никогда делать не будем. Дальше. Ввиду того, что сегодня Молдова отмечает освобождение от фашистских захватчиков, это великий день в истории нашей страны. Я хочу от себя поздравить всех граждан Молдовы, но в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны с этим великим праздником. с днем освобождения Республики Молдова. И вы все знаете историю Яско-Кишиневской операции, я ее рассказывать сейчас пересказывать деталях вам не буду, но я считаю, что раз сегодня последний день, как мы решили, что фонд будет дальше продолжать свою работу уже с другим названием, то именно чтобы фонд Рената Усатова именно с этим названием прекратил свою свою деятельность, приостановил вернее, значит, я решил, что в этот день последнее, что мы можем сделать, успеваем сделать с юридической точки зрения, это все ветераны Бельц, вы знаете, я всегда говорил о том, что ветеранам нужно помогать не только Девятым, а мы помогали и в период коронавируса, и 23 февраля, и на день освобождения Молдовы, значит, ветераны Бельц получат из фонда премии 10 тысяч лей, каждый ветеран Великой Отечественной войны, это самое маленькое, что я могу для них сделать, и вы знаете, появилась идея, я никогда не скрывал о том, что я считаю себя советским школьникам, да, то есть это были одним из лучших лет моей жизни, и у нас в стране живет великий человек, который, которого на самом деле даже многие за пределами нашей страны считают гением, да, это человек, которого зовут, великий человек, не постесняйся так сказать, зовут его Николай Гибу, Николай Гибу, это человек, который сделал все, не просто для развития молдавского кинематографа, но самое главное, что он сделал, он сделал так, что о Молдове в хорошем смысле слова узнали за ее пределами, и в этот день этот человек, слава Богу, живет, значит, все выросли советские дети на кодовом названии Южный Гром, и в этот день, значит, как проект фонда Рената Усатова еще сегодня, значит, я принял решение для себя выделить 100 тысяч лей Николай Гибу, потому что это человек, который не просто внес огромный свой вклад в развитие молдавского кинематографа, а этот человек продолжает работать в том числе и сегодня. У нас привыкли к тому, что начинают с грустными лицами всегда приходить на могилы или к памятникам тех людей, которые ушли из жизни, но при жизни очень многих, к сожалению, забывают. Поэтому вот последние проекты фонда Рената Усатова это вот помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Бельцах, в городе, мэром которого я являюсь, и я сейчас в ближайшее время хочу приехать к Николаю Трофимовичу Гибу от всех жителей Молдовы сказать спасибо за его творчество и с вашего разрешения его поздравить этого еще раз не постесняясь повторить великого человека. Поэтому примерно так значит как я говорил мы будем продолжать работу мы будем продолжать идти вперед и фонд назывался все эти годы фондом Рената Усатова сейчас фонд будет называться Сила в правде главное не как он называется главное что он сделал до сих пор для людей и что он будет продолжать что он будет продолжать делать дальше очень много вопросов поступает касаемо 27 августа того что многие граждане нашей страны и в Молдове и которые находятся в Молдове за ее пределами выходят с призывом чтобы я выдвинулся к кандидатам президента вы знаете я говорил о том что 27 августа в день независимости будет большая пресс-конференция я сейчас хочу первое что отметить что да 27 августа в 21.00 на площади муниципе Белс значит будет моя пресс-конференция значит это площадь Василия Александрия Бельчане знают это место мы всегда там проводили все свои мероприятия значит я выйду на пресс-конференцию по теме которая будет возможное участие в президентских выборах в этом году но самое главное другое в честь освобождения Молдовы от захватчиков в честь дня независимости у нас в Бельцах в 21.00 27 августа будет праздничный салют мы не можем проводить концертов мы не можем проводить все тех мероприятий которые проводили раньше поэтому если в каждый вечер в Бельцах гуляет очень много бельчан и после того как одни приезжают с моря и ездят по стране не буду назвать их фамилии вы понимаете я к вам говорю после того как после того как кто-то имитирует борьбу с коронавирусом я думаю что праздничный салют в честь успешной проведенной Яско-Кишиневской операции в честь освобождения Молдовы и в честь Дня Независимости Республики Молдова я думаю точно никак не отразится на чьих-то мерах борьбы с коронавирусом и как премар Бельц я также ближайшие дни подумал вопрос смотрю какой сумасшедший дом происходит по всей стране сначала были закрыты тиры кто-то пытался закрыть бассейны сегодня люди не могут приходить на стадион и заниматься спортом то есть полные террасы полные заведения люди летают на море до дом чтобы не уйти в изоляцию после отпуска на две недели придумали они на то что для себя придумали не для людей то не нужно находиться в самоизоляции на 14 дней по возвращению Молдовы поэтому мы поднимем вопрос и о Бельском стадионе на заседании местной комиссии значит потому что там люди не целуются не обнимаются не сидят рядом друг с другом как в барах ресторанах или на шезлонгах они просто там бегают поэтому значит я подумаю этот вопрос хотя лучше конечно чтобы это решила национальная комиссия поэтому дорогие друзья с днем победы 21 27 августа 21.00 приглашаю Бельчан на пресс-конференцию на праздничный салют нас ждет очень сложный период но я уверен что мы его пройдем с высоко поднятой головой и сделаем все для того чтобы Молдовой гордились те кто за нее отдали жизнь те кто в ней живет и работает сегодня те кто оставил свои семьи пашут за рубежом потому что наш сегодня это основной наш это наш сегодня астана и долг период Молдова я И я хочу сказать, что мы идем в период очень тяжелый период, очень тяжелый период, а не очень тяжелый период, но не очень тяжелый период, и сегодня, что жители из Republicа Молдова нужны для изменения. Они нужны для изменения в целом. И это не очень тяжелый период, а не очень тяжелый период. И сегодня мы должны быть именными, и нам нужно сделать то, что мы можем сказать, что те, что они, которые в Молдове, учим, в Молдове, которые находятся в диаспоре, те, что решают потерять жизнь для Молдова, в-модеражные факторы,